15 декабря в здании Национальной филармонии состоялся концерт, организованный волонтерским центром «Островок надежды». Он стал финальной нотой подведения итогов конкурса «Друзья по планете» – соревнования среди школьников на лучшее сочинение и рисунок о животных. В конкурсе участвовало 7 лицеев, 2 номинации – «Лучшее сочинение» и «Лучший рисунок на тему о животных». Такая идея возникла, потому что сегодня в мире очень много зла, очень много жестокости. И дети – это наши будущие поколения, они должны с детства думать о том, что вокруг нас богатый, очень разнообразный мир. И мы все должны жить именно в мире – с животными, с растениями. Это была основная цель – донести до детей добро, вот просто вот тему добра. Сегодняшний концерт очень важный для нас. В наше сложное время, когда все заняты, нам показалось, что это очень значимо – повернуть детей, сделать их более добрыми, терпимыми, жалостливыми. Неважно, к кому они будут относиться – или к бабушке-пенсионерке соседней квартиры, или к бездомной кошке, или к больному ребенку с детского дома. Главное, чтобы они стали добрыми. Абсолютно каждый участник подошел очень ответственно к своему заданию, а заключительный концерт оставил массу приятных впечатлений. Я люблю животных, и мне приятна эта тема. Было очень приятно увидеть «Островок надежды», потому что я там была. Мой рисунок был про связь хозяина и питомца. Когда я услышала тему, я очень обрадовалась, потому что я очень люблю животных, в особенности собак. Я описала любви к собакам, и что их надо защищать, что это наши друзья младшие. Мне запомнился этот концерт рисунками детей, которым не безразлично жизнь животных. Было очень много выступлений, было очень много талантливых детей, и у каждого был свой талант, которые выступали. Мы очень надеемся, что дети задумались, что после сегодняшнего концерта добрые, хорошие мысли у них будут, что они будут все-таки чуточку добрее. Все, в общем, были вовлечены как бы в концерт и в действие в это. Я думаю, что концерт не оставил никого ровно душным. Надо за ними ухаживать, кормить, поить, мыть. Мы должны относиться к ним по-доброму, ответственно, и всегда помогать, если сможем. Если мы будем помогать животным, то, во-первых, вернется нам это добро, во-вторых, животным станет так же лучше, как и нам. Надо заботиться к окружающей среде и животным, потому что те животные, которые маленькие, и они попали в беду, они не могут сами за себя постоять. Их надо защищать. У них тоже есть жизнь, и они имеют право жить. И мы должны помогать им. Надо любить и ценить мир, и любить свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова